Добрый вечер. Депутаты единогласно утвердили повестку дня сессии и порядок ее работы. На обсуждение вынесены вопросы. Первый. Об избрании председателя Президиума Верховного Совета СССР. Второй. О некоторых изменениях в составе Президиума Верховного Совета СССР. Третий. О международном положении и внешней политике Советского Союза. Четвертый. О проекте закона СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями. Пятый. Об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР. В 11 часов утра началось первое совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей в Большом Кремлевском дворце. Бурными продолжительными аплодисментами депутаты и гости встретили товарищей Андропова, Алиева, Горбачева, Гришина, Громыка, Кунаева, Романова, Тихонова, Устинова, Черненко, Щербицкого, Воротникова, Демичева, Долгих, Кузнецова, Пономарева, Рашидова, Соломенцева, Шеварднадзе, Зимянина, Капитонова, Русакова, Прыжкова. Совместное заседание палат открыл председатель Совета Союза, депутат Шитиков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 все трудящиеся наши зарубежные друзья в виде выдающегося руководителя Ленинского астерия. С деятельностью Юрия Владимировича Андропова неразрывно связаны дальнейшие прощения Единства партий и народов, преемah weapon finance курса нашей внутренней и внешней политики, получивших общенародные одновления, portraits nuev и направленные на дальнейшее совершенствование общества, развитого социализма, на укрепление экономического и оборонного обучения нашей Родины. С деятельностью Юрия Владимировича Андропова неразрывно связаны твердые и последовательные реализации КПСН, нацеленные на оздоровлении международной обслуживании, на повреждение событий, Избрание генерального секретарства КПСС товарища Юрия Владимировича Андропова на пост председателя президента Верховного Совета СССР будет служить высшим интересам нашего общества и государства, успешному выполнению исторических начертаний 26-го съезда делу коммунистического сообщества. Позвольте, товарищи депутаты, внести на ваше рассмотрение следующий проект постановления Верховного Совета СССР об избрании товарища Андропова Юрия Владимировича председателем президента Верховного Совета СССР. Верховный Совет Советских Социалистических Республик постановляет избрать товарища Андропова Юрия Владимировича председателем Президиума Верховного Совета Совета СССР. Уважаемые товарищи депутаты, позвольте поставить на голосование проект постановления об избрании товарища Андропова Юрия Владимировича председателем Президиума Верховного Совета Советских Социалистических Республик. Голосуют депутаты обеих палат одновременно. Кто за принятие этого постановления? Прошу поднять руки. Прошу пустить. Кто против? Нет. Товарищ Юрий Владимирович Андропов единогласно избран председателем президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Товарищи депутаты, слово предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателю президиума Верховного Совета СССР, товарищ Андропов Юрию Владимирович. Уважаемые товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, избрав меня председателем президиума Верховного Совета Союза СССР. Ваше доверие я воспринимаю как доверие к нашей Ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Позвольте заверить вас, что находясь на посту председателя президиума Верховного Совета, я приложу все свои силы, все знания, весь свой опыт для того, чтобы ваше высокое доверие оправдать счастье. Уважаемые товарищи депутаты, разрешите от вашего имени сердечно поздравить товарища Юрия Владимировича Андропова с избранным председателем президиума Верховного Совета СССР и пожелать ему новых больших успехов многогранной партийной и государственной деятельности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Затем депутаты приступили к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Членами президиума Верховного Совета СССР избраны депутаты Слюньков и Мишин. Сессия освободила депутата Кэбина от обязанностей заместителя председателя президиума Верховного Совета СССР и депутата Пастухова от обязанностей члена президиума Верховного Совета СССР. Верховный Совет приступил к следующему вопросу повестки дня. С докладом о международном положении и внешней политике Советского Союза выступил первый заместитель председателя Совета Министров СССР, министр иностранных дел СССР, депутат Громыко. Он в частности сказал. Дорогой Юрий Владимирович, позвольте поздравить вас с единодушным избранным председателем президиума Верховного Совета СССР и пожелать успехов в вашей почетной и ответственной деятельности на благо Коммунистической партии и советского народа нашей Великой Родины. КПСС и высший орган государственной власти СССР доверили вам этот пост с полным убеждением в том, что вы как партийный государственный деятель, пользующийся глубоким уважением и высоким авторитетом в нашей стране и за рубежом, справитесь с теми новыми обязанностями, которые вложены в злотно вас принятым сегодня решением. Товарищи депутаты, вопросы международного положения и внешней политики Советского Союза находятся в центре внимания нашей Коммунистической партии, Верховного Совета СССР, Советского правительства. Советских людей всегда глубоко интересовало и интересует, каковы внешние условия, в которых им приходится жить и трудиться. Выражая волю советского народа, генеральный секретарь СССР Юрий Владимирович Шандроков подчеркивает, Советский Союз будет делать все от него зависящее, чтобы обеспечить нынешнему и грядущему поколениям спокойное мирное будущее. Это цель нашей политики, и от нее мы не отступим. Сколько раз мир приветствовал яркие, дышащие силой миролюбие акции и предложения Советского Союза? Ведь это советские внешнеполитические инициативы дали жизнь целому ряду масштабных международных договоров и соглашений о нераспространении ядерного оружия, о запрещении испытаний такого оружия трех следов, о запрещении размещения оружия массового уничтожения на дне морей и океану, о запрещении бактериологического оружия и другим. Закрещенные в 60-е и 70-е годы они и поныне выполняют свое предназначение. Из года в год на базе советских предложений ООН принимаются документы, несущие в себе большой заряд положительного воздействия на общую обстановку в мире. Мы привержены делу продолжения общеевропейского процесса. Именно с этой позиции СССР выступает и на Мадридской встрече, добиваясь ее завершения договоренностью о созыве конференции по мерам укрепления доверия, безопасности и разоружению Европы. Страны Востока и Запада Европы связывает ныне серия договоров и соглашений, охватывающих самые различные сферы отношений. Нашему решительному курсу на мир, на обеспечение международной безопасности, противостоит политика агрессивных империалистических сил. Эта политика представляет собой источник серьезного обострения международной обстановки за последние годы, накал напряженности в которой достигает порой опасных пределов. Происходит это вследствие того, что на капитанском мощнике внешней политики Вашингтона оказались сейчас представители кругов с ярко выраженными имперскими амбитиями, проповедующие культ силы в международных отношениях, претендующие на то, чтобы переделать мир по своим меркам. Вопреки упорному на протяжении всего послевоенного периода стремлению империалистических кругов к военному превосходству над странами социализма, между организацией Варшавского договора и НАТО было достигнуто равенство сил. Именно сложившийся военно-стратегический паритет служил и должен служить надежной гарантией международной стабильности. Советский Союз стоит за то, чтобы, отталкиваясь от существующего равенства, идти по пути ограничения и сокращения вооружений, так, чтобы равновесие в каждый данный момент сохранялось, но на все более низком уровне. Сегодня советские инициативы и предложения составляют всеохватывающую программу от отдельных шагов в области ограничения вооружений до всеобщего и полного разоружения, в том числе полного закрещения ядерного оружия и его уничтожения. СССР не раз заявлял и вновь заявляет, что в нынешней обстановке бессмысленно, кому бы то ни было, рассчитывать на достижение военного превосходства. Интересы безопасности СССР и его союзников вынаждают нас принять, как об этом предупредило советское правительство, в заявлении 28 мая ответные меры по укреплению своей обороноспособности. Но это вынужденные меры. Их единственная цель заключается в том, чтобы не допустить нарушения сложившегося баланса сил. Еще не поздно остановить опасное развитие международной обстановки, если США и союзники по НАТО откликнутся на конструктивные предложения СССР. Реальности сложившегося международного положения требуют проявления особой сдержанности не только в области вооружений, военной политики, но и во всех сферах отношений между государствами. В первую очередь, когда затрагиваются интересы стран с различным общественным строем. Забота о мире должна быть сейчас поставлена превыше всего. В этом долг всех, кто имеет отношение к принятию важных политических решений. Мир ожидает от руководства США проявления большей ответственности и благоразумия. Мы хотим выравнивания отношений с Соединенными Штатами Америки, памятуя о том, какое это имеет значение для предотвращения войны. По нашему убеждению, Соединенные Штаты Америки должны также исходить из всей объективной необходимости иметь нормальные отношения с СССР. Общим интересом обеих стран отвечало бы устранение опасности ядерной катастрофы. В этом жизненно заинтересованы все народы, государства, всех континентов. Большую влиятельную группу государств представляют собой страны Западной Европы. В этом районе мира широко распространилось обоскрепенное и вполне понятное восприятие опасности, и возражает надежду, что западные европейские страны не дадут втянуть себя в планы, представляющие серьезную власть в мир. Как бы по-разному не складывались отношения Советского Союза с катастрофистскими государствами, мы проводим и будем последовательно проводить линию на то, чтобы в отношениях между странами с различным общественным строем господствующим был принцип мирного сосуществования, который остается важнейшей основой внешнеполитического курса СССР. Мы рассматриваем сегодня как свой интернациональный долг поддержку освободительного движения народов Азии, Африки и Латинской Америки борьбы за укрепление независимости и суверенитета стран этих районов мира. Советский Союз приветствует возрастающую роль в международных делах государств, входящих в движение непосреднение, которое все активнее выступает с антиимпериалистических и антивоенных позиций, о чем говорят результаты недавно состоявшегося в деле форума этих стран. Мы солидарны с борьбой развивающейся государством за справедливый международный экономический порядок. Международные связи Советского Союза с государствами широкого политического спектра – это признание высокого авторитета нашей страны. Это понимание того, что без ее участия не может решаться и не решается практически ни один серьезный вопрос мировой политики. Центральный комитет КПСС, Советское правительство оценивает международное положение нашего государства как прочное. Вот уже почти четыре десятилетия мы живем в условиях мира. Это представляет собой огромное достижение международной деятельности нашей партии и страны, их ленинской внешней политики. КПСС, Советское государство, будет неупределать все от них зависящее для того, чтобы сберечь мир на земле. И все, кто борются за это великое и благородное дело, всегда найдут рядом с собой Советский Союз, Советский народ. В принях по этому вопросу выступили Председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, депутат Поляков, Бригадир горно-рабочих объединения «Ровенький антрацит» вошел в Градской области, депутат МОЦАК, Первый секретарь ЦК Компартии Литвы, депутат Гриш Кявичус, Артист Ленинградского академического Большого драматического театра имени Горького, депутат Лавров, Учительница средней школы города Ташкента, депутат Саматова, Президент Академии медицинских наук СССР, депутат Блохин, Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, депутат Набиев, Секретарь УЦСПС, депутат Субботин, Первый секретарь Приморского кайкома КПСС, депутат Ломахин, На трибуне секретарь ЦК КПСС, депутат Пономарев. Советское руководство придерживается ответственного, взвешенного подхода, твердо следуя выработанные 24-26-м съездами КПСС, линии на сохранение мира и укрепление безопасности Советского Союза. Во имя достижения этой великой цели, обеспечения первейшего права человека, права на жизнь, Коммунистическая партия, ее Центральный комитет, во главе с генеральным секретарем ЦК товарищем Антроповым Юрием Владимировичем, Советское государство принимает все меры политического, дипломатического, оборонного характера. Советский Союз настойчиво и неутомимо осуществляет миролюбивую ленинскую внешнюю политику, добивается того, чтобы положить конец безрассудной гонке вооружений, повернуть развитие событий в руслой разрядке, мирного сосуществования и взаимовыборного сотрудничества между государствами, независимо от их общественного строя. Избрание на настоящей сессии генерального секретаря ЦК КПСС товарища Антропова на пост председателя Президиума Верховного Союза СССР еще выше поднимет авторитет советской внешней политики на международной арене и придаст новый импульс борьбе за дело мира и безопасности народа. Советский Союз ведет битву за мир, имеющую всеверное историческое значение для всего человечества. Вся практическая, повседневная деятельность советского государства на международной арене подтверждает, что ленинская внешняя политика СССР не направлена на достижение каких-либо целей в ущерб другим государственным народам. Она не добивается односторонних преимуществ за счет безопасности других народов. Международный курс нашей партии выражает интересы каждого советского человека и залогом его успешного претворения в жизнь служит самоотверженный труд нашего народа. Каждый советский человек призван и может внести свой вклад в священное дело борьбы за мир. Чем лучше будут работать советские люди в промышленности и в сельском хозяйстве, чем выше будут качественные и количественные показатели во всех сферах производства, науки и техники, тем сильнее станет наша страна. Чем сильнее и могущественнее будет Советский Союз, тем прочнее будет мир, безопасность народам. По поручению комиссии по иностранным делам Совета Союза и Совета Национальности депутат Пономарёв внёс предложение принять постановление Верховного Совета СССР по обсуждаемому вопросу. Сессия единогласно приняла постановление Верховного Совета СССР о международном положении и внешней политике Советского СССР. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы прекрасно понимаем, как ждут этого комбайна труженики сельского хозяйства нашей страны. Мы понимаем, что хлеб – это мир, это счастье, это улыбки наших детей. Мы понимаем, что хлеб – это могущество нашей Родины. Нам, Россельмашевцам, приятно осознавать, что мы к этому имеем самое непосредственное отношение. Продолжение Клинума мы видим и на сегодняшнем докладе Андрея Андреевича Горомыка. Вопросы борьбы за мир – это главные вопросы. И я, как представитель рабочего класса, как общественные дети, как женщина, как мать, хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир во всем мире. И считаю, что в этом, в общем, весь смысл моей жизни. В нашей программе принимает участие член Центрального комитета КПСС, компайнер колхоза «Рассвет» Оренбургской области Василий Макарч-Чердинцев. Пленум Центрального комитета партии дал нам такой заряд энергии, столько мыслей для раздумий и конкретных задач, что нельзя уже сегодня жить, работать и мыслить так, как вчера. Надо по-новому строить свой труд, наполнять его большим общественным смыслом. Ведь если вдуматься, наша работа – это тоже идеология, когда она очень на интересах страны. Юрий Владимирович Андропов, выступая над пленами, особо отметил, что облик каждого общества определяется в конечном счете уровнем развития производительных сил и состоянием характера производственных отношений. Речь генерального секретаря ЦК КПСС произвела на нас, на всех, глубокое впечатление. Слушая ее, мы ясно понимали проблемы, которые надо решать сегодня и видели перспективы всего развития нашей страны. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокое удовлетворение, что Юрий Владимирович Андропов избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. Уверен, что это избрание с горячим одобрением будет воспринято всем советским народом. Как особо насущные требования, отметил Юрий Владимирович Андропов, необходимость наладить бесперебойное снабжение населения высококачественным продуктом питания. Мы, работники села, чувствуем свою высокую ответственность за это. Тем более, что на преноме прозвучал наш адрес и упрек. Производительность труда в колхозах и совхозах растет медленнее, чем нужно. А в конечном счете именно производительность и эффективность работы каждый определяет результат. У нас в Ренбурге и видят сегодня один из главных путей решения этой задачи в практике бригадного подряда. Опыт еще не велик, но он показывает, что там, где к созданию подрядных механизированных отрядов подошли, взблумчиво, серьезно, бескомпанеченные результаты проявляются достаточно быстро. Коллективный труд и коллективная ответственность в своем итоге становятся, я бы сказал, отличными воспитателями таких качеств, как хозяйственные отношения к земле, самостоятельность, инициатива. И что особенно важно, в первую очередь, у молодежи. Мы, коммунисты, не можем жить без мечты, но обгонять мечту в своем восприятии в действительности вряд ли надо. Партия учит нас видеть жизнь такой, какая она есть, со всеми ее трудностями, сложными проблемами и борьбой. Задача наша состоит в том, чтобы сделать эту жизнь лучше. Мы к этому стремимся на свою работу. Сегодня на Ленинградском соустроительном заводе Межданово, как и на других предприятиях, обычный рабочий день со своим ритмом, задачами, планами. Пока это лишь небольшие детали, которые легко и точно крают плазмой. Но скоро встают они патрианским теплоходом. Вот таким же, как этот, достраивающийся у причальной стенки. Он будет сдан заказчику досрочно. Такова традиция сданца. Возволновали пробелы. Задели за живое итоги пленума ЦК КПС. Речь на пленуме Юрия Владимировича Андропова. Ведь они о самых главных наших проблемах. Юрий Владимирович Андропов назвал главной задачей в сфере экономической деятельности кардинальное повышение производительности труда. В нашем коллективе производительность труда резко увеличилась за последние годы. Возросли также объемы производства. При этом численность работающих сократилась. Как же нам удается выполнять плановые задания? Здесь надо, наверное, сказать о творческом отношении к работе, о поисках новых форм организации труда. И в первую очередь это бригадные формы, в которых мы видим наш большой резерв. Сегодня в нашем цехе все рабочие объединены в бригады и работают на единый наряд с оплатой труда за конечные результаты с применением как центра трудового участия. Таких коллективов, конечно, нет места лотарям-прогульщикам. Если товарищ не вовремя понял, что ему нужно изменить отношение к работе, то ему скажут до свидания или что-нибудь в этом роде. Коллективы стали дружнее и сплоченнее. И появилась возможность на деле осуществлять наш почин пятилетку в одном коллективе. Это нам позволяет снижать текучесть кадров и в конечном итоге повышать производительность труда. Каминское производственное объединение «Интеграл». Перед началом смены рабочие специалисты приобретали газеты с материалами телема Центрального комитета партии. А во время обеденного перерыва беседа пропагандиста Валерия Александровича Шуриина. В выступлении Юрия Владимировича Андропова было сказано, что в решении главнейшей нашей задачи повышения эффективности производства и качества продукции необходимо больше внимания уделять вопросам качества. Эти вопросы могут быть успешно решены только при условии всемирного развития и совершенствования социалистического соревнования. В частности, эти вопросы помогают решить нам организация новых форм социалистического соревнования, организация бригадной работы на местах. Люди, которые участвуют в этой работе, проявляют больше творческой инициативы в этом случае. И наша задача как пропагандистов заключается в том, чтобы на своих занятиях, рассматривая более конкретно вопросы производства, увязывая их с теоретическими основами, мы помогали бы развиваться этой творческой инициативе каждого слушателя. Безусловно, эти вопросы и раньше у нас фигурировали в социалистическом соревновании, но, тем не менее, в свете решений пленума нам необходимо более критически, более тщательно подопросы. Коллектив производственного объединения «Интеграл» — передовой в отрасли. Его работу отличают творческий поиск, социалистическая предприимчивость. Удельный вес изделий высшей категории качества с начала года превысил 80%. Утрушеников сельского хозяйства Богородского района Гойковской области в эти июньские дни много работы. Полным ходом идет заготовка кормов, на полях ведется подкормка, уход за посевами, в разгаре пастбищный период в животноводстве. И отличительной особенностью этого года является создание в районе хозрасчетных звеньев и бригад во всех отраслях сельскохозяйственного производства. В глубокой речи Владимира Чандропова на июньском пленуме было сказано о совершенствовании производственных отношений, в частности, насилия. Например, когда-то в сознании крестьянина было мое, и с переходом на колхозное производство с образованием колхозов стало именно наше. Наше в настоящее время с образованием агропромышленного комплекса стало более расширенным, более сознательным, так можно сказать. Я приведу такие примеры. Например, поле соседа. Это не чужое поле, особенно для тех организаций, кто входит именно в агропромышленный совет или комплекс районный. В речи Юрия Владимировича Андропова также было сказано о создании межколхозных объединений. Я считаю, что это будущее в селе. Например, у нас в районе действует Березовское исходооткормочное объединение колхозное и совхозное. И первые шаги уже видать, что за два с половиной года район выполнил план по продаже мяса государству, увеличилось производство его. Это не только хозяйственный или производственный фактор, а именно моральный, идеологический, что в коллективе дружники, которые работают, они решают общие задачи всего района, всего коллектива. Я еще раз подчеркиваю, что вот на блоке, например, Сеножа, Сена, сейчас бригады работают на единый наряд, у них общие интересы. И я думаю, что это как раз моральный фактор, что в людей перейдет перестройка сознания и должна в конечном итоге давать положительные результаты. Итоги июньского пленума ЦК КПСС, выступление на нем Юрия Владимировича Андропова, работа сессии Верховного Совета СССР широко комментируется международной общественностью и прессой. Но из дочлен ГДР пишет, затронув принципиальные вопросы, касающиеся новой редакции программы КПСС, и обрисовав огромные успехи, достигнутые советской страной, генеральный секретарь ЦК КПСС, не обходя острых углов, отметил вместе с тем, что перед КПСС, перед советским народом, немало и объективно обусловленных трудностей, естественных для нынешнего уровня развития. В речи товарища Андропова указаны конкретные пути, ведущие к новым успехам в деле коммунистического строительства. Советский Союз выступает за мирное сосуществование в условиях военного равновесия, констатирует западно-германская Франкфуртер Альгемайне. Газета отмечает, что стержневой проблемой политики КПСС остается вопрос сохранения мира на земле. Политический обозреватель BBC подчеркнул, руководство Советского Союза проявляет реалистический подход к развитию советской экономики и стоящим перед ней проблемам. На всех фронтах, как внешним, так и внутренним, осуществляется весьма твердая политика. Как отмечает Вашингтон-Пост, советский руководитель подтвердил приверженность Москвы политике разрядки. Он также заявил, что Москва не позволит сломать военно-стратегическое равновесие и сделает все возможное для сохранения собственной военной мощи. Аргументированность и принципиальность, спокойный и уверенный тон выступления советского руководителя резко контрастируют с безответственными агрессивными декларациями Белого дома, пишет газета «Сан-Франциско-Экземинар». Индийское агентство ЮНИ особо подчеркивает содержащуюся в речи Юрия Владимировича Андропова оценку растущей роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в международных делах. Столица Чехословакии, Прага, готовится к приему участников Всемирной Ассамблеи за мир и жизнь против ядерной войны. Через несколько дней сюда съедутся со всех концов планеты люди, глубоко обеспокоенные судьбой Земли, понимающие страшную угрозу, нависшую над человечеством. В этом здании, возвышающемся над Прагой, в Палаце культуры, соберутся участники Всемирной Ассамблеи за мир и жизнь против ядерной войны. Объединенных единым стремлением уберечь Землю от новой войны. Они встретятся здесь, чтобы сказать свое решительное «нет» новому ядерному пожару. Уже более 110 организаций, и среди них более 60 международных, дали согласие прислать своих представителей на этот широкий форум миролюбивых сил. Предполагается, что в нем примут участие более 2,5 тысяч человек. В течение 6 дней здесь будут проходить диалоги, дискуссии, в которых предстоит рассмотреть конкретные вопросы борьбы за мир. Европейская безопасность и разоружение, экономические, социально-психологические, этические аспекты гонки вооружений, экономическое сотрудничество — это лишь некоторые темы предстоящих дискуссий. Утром 21 июня Всемирная Ассамблея за мир и жизнь против ядерной войны начнет свою работу. Совет Безопасности ООН принял решение продлить еще на 6 месяцев мандат вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. В резолюции указывается, что необходимость продления срока пребывания на острове сил ООН вызвана сохраняющейся там напряженной обстановкой. В то же время в документах с удовлетворением отмечается возобновление на Кипре межобщенных переговоров. Сегодня в Женеве возобновились афганно-пакистанские переговоры при посредничестве личного представителя генерального секретаря ООН Гордовеса. Афганскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Республики ДОСТ, пакистанскую министр иностранных дел Пакистана Екуб Хант. В Соединенных Штатах Америки ширится движение общественности за прекращение гонки вооружений и разоружения. Видную роль в этом движении играет организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Бостон, штат Массачусетс. Многим людям в Америке он известен не только как крупнейший культурный центр страны, но и как город, где особенно сильные антивоенные настроения. Именно здесь, в Бостоне, находится штаб-квартира американского отделения Организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Эта организация объединяет медиков многих стран Европы, Азии, Америки. Ее сопредседателями является видный советский ученый Академик Чазов и один из ведущих кардиологов Соединенных Штатов профессор Лаун. В эти дни американские медики, входящие в Организацию «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», готовятся к ее очередному ежегодному конгрессу, который открывается 18 июня в Амстердаме. На этот форум соберется свыше 300 ученых и врачей из 40 стран мира, но американские участники конгресса, представляющие страну, политика которой основана на безудержной иконке ядерных вооружений и создают реальную угрозу миру, едут Амстердам с чувством особой ответственности. Именно об этом шла речь на пресс-конференции в Бостоне, где выступили сопредседателями Организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» профессор Бернард Лаун и ее ответственный секретарь Джеймс Мюллер, доктора Чивен и Эйбрамс. Медики в Соединенных Штатах должны приложить все усилия, чтобы разъяснить американцам те катастрофические последствия, которыми грозит ядерная война. Их долг оказывает давление на Машингтонскую администрацию, с целью заставить ее отказаться от опасного курса на военное приготовление, подчеркивали участники пресс-конференции. Я считаю, что наш конгресс, третий конгресс, будет очень важный. Это самый большой конгресс нашей организации. И я думаю, что мы будем показывать, что существует много иллюзий насчет ядерной войны, иллюзия, что может быть какой-то победой в ядерной войне. Это просто сумасшедшее. Не существует таких возможностей на основании медицинских фактов. А вот это мы хотим показывать всем миром. Глава Римской католической церкви Иоанн Павел II прибыл сегодня в Варшаву по приглашению Государственного Совета ПНР и польского епископата. Как сообщило агентство ПАП, визит носит религиозный характер. Афины. Прерваны проходящие здесь переговоры о будущем американских военных баз на территории Греции. Как указал здесь официальный представитель греческого правительства Марутас, это следствие серьезных разногласий, возникших между двумя сторонами. Несколько дней назад премьер-министр Греции Пап Андрео, выступая на заседании правительства, заявил, что если соглашение в ближайшее время не будет достигнуто, США будет предоставлено от 12 до 18 месяцев для ликвидации своих баз в Греции. О спорте. В командном турнире раперистов на 8-летней спартакиаде народов СССР золотые медали завоевали московские фиктовальщики. В финале они со счетом 9-3 победили сборную Узбекистана. В спартакиадном турнире волейболистов спортсменки РСФСР выиграли у сборной Болгарии 3-0, а москвички со счетом 3-2 переграли белорусских волейболистов. У мужчин сборная Российской Федерации нанесла поражение сборной Казахстана 3-2. А на турнире ватерполистов зафиксированы следующие результаты. Узбекистан-Ленинград 6-5, Казахстан-Азербайджан 13-7. На чемпионате страны по футболу сегодня сыграны три матча 14-го тура. Чемпионы страны динамовцы Минска со счетом 2-0 выиграли у донецкого шахтера. Киевские динамовцы принимали одноклубников из Москвы, хозяева поля победили 2-1. А одесский Черноморец в гостях нанес поражение московским автозаводцам 1-0 и продолжает лидировать в первенстве. По сведениям гидрометцентра СССР сегодня днем в Туркменистане 34-39 градусов, в Узбекистане 32-37, в Саджикистане 29-34, в горах 21-26 градусов, в Киргизии 27-32, в горах 13-18, в Казахстане 22-28, местами дождь, в Свердловской и Челябинской областях 23-28 градусов, в Тюменской области 19-24, такая же температура в Омской и Новосибирской областях, в Красноярском крае 15-20, местами 26 градусов, в Иркутской области 18-23, в Четинской области 16-18, небольшой дождь, в Приморье 16-21, на побережье 10-15 градусов дождь, в Якутии 23-28, на северо-востоке 10-15, в Москве 21-23 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok